До сдачи единого госэкзамена в школах остается совсем немного времени. Многие выпускники пытаются наверстать упущенные знания с помощью репетиторов. Стоит ли брать дополнительные уроки? Об этом поговорим с Натальей Ярославцевой, руководителем Новосибирского института мониторинга и развития образования. Наталья Васильевна, вы за занятия с репетитором или вы против таких занятий? Это очень серьезный вопрос. Если судьба ребенка, его успешность в школе зависит от того, что ему необходимо сегодня дополнительные занятия, безусловно, родители должны пойти на этот шаг и позаниматься. Другое дело, что нужно все время разобраться, от чего это происходит. Если ребенок ничего не делает, а потом думает, что придет репетитор, ему что-то вложат в голову, то это бесполезный шаг, и я сразу об этом официально говорю. Результаты положительные, как правило, на единых государственных экзаменах, как и на основных государственных экзаменах в девятом классе, демонстрируют дети, которые систематически занимаются. При этом, не будем лукавить, занятия с репетитором, конечно, позволяют в какое-то определенное короткое время все-таки сконцентрироваться и хотя бы восполнить те пробелы, которые у детей остались. Поэтому здесь каждая семья, конечно, должна решать этот вопрос. Вот какова цель? Какова цель? К сожалению, сегодня репетиторство как явление начинается с начальной школы. Вы знаете, как бы ни грустно было это осознавать, мы все-таки полагали, что четвертый год, начальная школа была три года, если вы помните, позволит как-то растянуть программу, позволит детям укрепить знания. У нас, к сожалению, получилась опять перегрузка, потому что это в этот четвертый год, или будем говорить, второй, третий, максимально добавили вновь содержание образования и все-таки рассчитывают на сильного ученика. И получается, что ребенок, у которого темп другой, он, конечно, начинает не успевать. Эта неуспешность раздражает родителей, где-то огорчает, и они начинают со второго, третьего класса брать репетиторов. Это сегодня явление. А кто сегодня является репетитором? Кто этим занимается? Это студенты? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Если вы скажете, что это школьный учитель, то я тоже вам скажу, что нет. Я думаю, что больше 20% в основном по иностранным языкам, ну, может быть, иногда химия, физика, математика. Но все-таки, что удивительно, репетиторами идут люди, а, уставшие работать в школе, в классе систематически, но знающий предмет, они решили, что нет, они лучше будут работать в таком свободном полете. И второе, это, конечно, повторяю, в том числе и вузовские, конечно, преподаватели, а иногда и студенты, которые неплохо знают материал, но совершенно не знают методики. И поэтому, повторяю, вот подбор этот, это такая очень непростая задача. Насколько я понимаю, сейчас этот рынок репетиторских услуг, он, в общем, бесконтрольный такой, стихийный, можно сказать. На ваш взгляд, нужно ли здесь вводить какие-то регламентирующие, ну, может быть, нормативы? Нужно ли лицензирование вводить? Репетиторы, потому сегодня они лицензируют услуги, что это разрешено по закону. И поэтому сегодня на рынке вы можете встретить любое предложение, и вам очень трудно это действительно сделать. Но вы видите, что так же, как в строительстве, появляются некие саморегулирующие организации. Я думаю, что и здесь, в образовательных услугах, должны появляться больше такие, вот, как мы говорим, компании, которые, как бы, к которым может обращаться житель, обучающийся или его родитель, и они дают, ну, некие характеристики, да, или гарантируют вам хотя бы какой-то элемент качества. Ну, очень многие не идут на это репетиторы. Другое дело – это оплата налогов. Понятно, что вот это регулируется налоговым кодексом, и здесь на совести людей остаётся. Реально ли сегодня 11-класснику сдать ЕГЭ, подготовиться и сдать этот экзамен без помощи дополнительной, без помощи репетиторов? При систематическом занятии, отношении вот таком серьёзном, он может получить высокий балл и самостоятельно. Но ещё раз повторяю, это не противоречит тому, что если семья желает сегодня, чтобы этот результат был повыше, замечательно, если они примут решение заниматься, пусть не весь год, не два года накануне, но вы знаете, работа просто последний месяц не спасёт. Вот хочу всем сказать, потому что последний месяц идёт нагрузка сейчас всероссийские проверочные работы, выставление итоговых отметок в аттестаты 9-11 класс. И если сейчас ещё и ребёнка вот последний месяц, буквально полтора, загрузят репетитором 5 раз или 4 раза в неделю, вы понимаете, произойдёт психологический надлом ребёнка. Поэтому я хочу всех родителей убедить, что если уж они не успели это сделать, и у них нет, повторяю, такого, который может за месяц, два раза в неделю, допустим, занимаясь, просто систематизировать, помочь знанию ребёнку, то лучше эту перегрузку не создавать ребёнку. Потому что, ну, боюсь, что придёт на экзамен, и у него наоборот, понимаете, может быть худший результат. Понятно. Спасибо большое. Наталья Ярославцева, руководитель Новосибирского института мониторинга и развития образования. Сегодня в нашей студии мы говорили о подготовке к ЕГЭ и о том, нужно ли при этом обращаться за помощью к репетиторам.